Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев посетил Шумерлю и Красночитайский район. В программе рабочей поездки значилось вручение ключей от новых машин скорой помощи, ознакомление с ходом строительства детского сада и ходом уборочных работ, а также открытие фельдшерско-акушерского пункта. Более подробно об этом смотрите в нашем завтрашнем выпуске. А в пятницу совещание по вопросам развития Шумерли провел председатель кабинета министров Чувашской республики Иван Моторин. В нем приняли участие члены правительства, курирующие основные вопросы. До начала совещания Иван Моторин побывал на предприятиях жилищно-коммунального сектора и узнал, как они готовятся к отопительному сезону. ЖКХ Шумерли – одна из проблемных траслей. Сейчас готовность к зиме лишь 50%. Основная проблема – задолженность муниципального предприятия «Теплоэнерго» за потребленные ресурсы. Есть проблемы в городе Шумерли. Мы выезжали на котельную, которая раньше принадлежала Шумерлиской завозу спецавтомобилей. Сейчас котельная находится у юридического лица. Республика планирует выкупить ее для того, чтобы гарантированно обеспечить теплом население в городе Шумерли. Сейчас город должен разработать схему теплоснабжения, чтобы определить, в каком районе ставить модульные котельные, а также модернизировать имеющиеся. Готовится в Шумерли к новому учебному году. 1 сентября принять учеников должны 16 школ. Но во многих до сих пор не устранены все недоделки. Не отремонтированы коридоры, учебные классы, крыша. А в муниципалитете не хватает средств, чтобы подготовиться ко встрече школьников. Недостаточно средств и на другие городские нужды. Бюджет республики в этом году увеличил сумму, которая будет направлена муниципалитету. Сегодня в рамках адресной инвестиционной программы выделяют порядка 280 миллионов рублей для города Шумерли. Это как на дороге, так и на переселении из ветхого аварийного жилья. То есть, представьте, что в том году это было порядка 100 миллионов рублей. Поэтому существенные средства приходят из республики для того, чтобы решить все инфраструктурные проблемы, которые сегодня имеются у города. Подводя итоги совещания, Иван Моторин выразил уверенность в том, что руководство города примет замечания, высказанные руководителями министерства и обеспечит устойчивое развитие Шумерли.